Доброе утро, дорогие друзья! Не назначай себе цену, чтобы внезапно не подешеветь. Первый текст Священного Писания написан в 1 Тимофею, 2 Тимофею, простите, 3 глава, 1 стих. Библия говорит, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра. Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Мы понимаем, что времена, в которые мы живем, это последние времена. Иисус Христос грядет за своей церковью, Он при дверях. И когда сегодня люди говорят, что время тяжелое, время кризисное, и многие думают, что это по причине каких-то болезней, пандемии и многого другого, уважаемые друзья, я хочу сказать вам, что причина всех этих трагедий, это не в войнах, не в болезнях, не в катаклизмах, а кризис последнего времени, о котором пророчествовал апостол Павел еще две тысячи лет назад, когда писалось послание молодому пастору Тимофею. Он сказал, что времена будут тяжкие именно по причине состояния человеческого сердца. Что люди будут, и характеристики, которые мы сейчас с вами прочли, они ужасают. Кто их воспитывал, кто их формировал. Мы соглашаемся, что, конечно, нас формируют те, кто находятся рядом с нами, кто влияет на нас. О, как важно слышать правильное учение, пребывать в правильном воспитании, чтобы характер, сердце, мышление человека, его внутренние мотивы, его культура, она была правильно сформирована на основании Божьего Слова. Но, послушайте, если мы не все можем успеть дать нашим детям, и не купить им лучших одежд, или лучших кроватей, или лучших каких-то еще обстоятельств внешнего, но если мы воспитаем их христианами, Божьими людьми, с характеристиками плодов Святого Духа, они будут самыми счастливыми, и самыми богатыми, и самыми благословенными людьми, как в душе, так в духе, так и в теле. Но, аминь или нет? Нет. Библия говорит, что люди в последнее время будут самолюбивы. Это слово стоит самым первым. Вот представьте себе, вы видели в своей жизни, в обществе, в соседях, в одноклассниках, с теми, с кем мы работаем, а может быть, это даже где-то в церкви, а может быть, это даже в зеркале, людей, влюбленных в самих себя. Я не про то, что возлюбить ближнего своего, как самого себя. Я про то, когда человек самовлюблен, когда он наслаждается собой. У меня, я не могу назвать фамилии, имен, может быть, кто-то, всматриваясь в чью-то жизнь, точно знает, о, да-да, я знаю таких людей. Но мне казалось, что это дефицит с такими людьми, которые самовлюблены, которые как-то особенно любят себя во всем. И вот прям удерживаясь, чтобы убрать определенные детали, но я хочу сказать, что любить себя в меру, воспринимать себя через Слово Божье надо, но при этом хранить смиренное сердце и на жизнь смотреть не свысока, а иметь внутри себя глубокое смирение. Человек, который самовлюблен, он обладает определенными характеристиками. Давайте посмотрим. Первое. Этот человек всегда прав. Ему позволено больше, чем остальным. Он не подотчетен, ему никто не указ. Он знает себе цену, а, соответственно, очень часто все начинает с нуля. Система ценностей таких людей, она очень шаткая. Потому что ради себя любимых, ради выгоды, ради пятиминутных каких-то побед экономических люди готовы переступать через мораль, через нравственность, через порядочность, через честность. Они торгуют своей душой, не смотрят ни на кого. Они всегда правы в своих собственных глазах, прихорашивая себя и говоря, я, я, я самый хороший, самый любимый, самый прекрасный. Один человек говорит, а как? Ведь это надо. Проснулся утром, посмотрел в зеркало, сказал себе, ты красавчик, ты хороший, ты успешный, ты счастливый, ты богатый, ты. И вот тыкает, тыкает. Я говорю, а мы в церкви так не учим? Вот я думаю, вот странно было бы, проснулось бы кто-нибудь из моих детей, и смотрел бы в зеркало и говорил, ты красавчик, ты молодец, ты успешный, ты крутой, сегодня все будет хорошо, а это удачный день. Знаете, мы так не воспитаны. Наверное, если ты хочешь встать перед зеркалом и поговорить сам с собой, ты, наверное, другие тексты лучше подбери. Я не хочу занижать твою самооценку. Конечно, от той внутренней самооценки много что зависит, потому что люди сегодня, они познают себя, они посещают разные курсы, психологов, они ходят на какие-то специальные учения, где поднимают их самооценку. И ты видишь, как это влияет на них. Конечно, надо быть в чем-то раскованным, не надо бояться, надо понимать, что Господь с тобой, но это не дает права ни над кем превозноситься. Это не дает нам права смотреть на ближнего своего, как ни на того, кто ниже тебя. Писание говорит, на ближнего своего надо смотреть, как на того, кто выше тебя. Это человек, от которого ты можешь чему-то научиться, чем-то быть ему полезным. Это всегда благословляет отношения, помогает выстраивать отношения в семье, помогает сохранять дружбу, помогает выстраивать служение. Видели ли вы служителей, у которых кривое сердце, сердце, наполненное какой-то гордостью? Недавно наше руководство в лице начальствующего епископа Эдуарда Анатольевича Гробовенко сильно меня обличал. И он мне говорит, Сергей Владимирович, у тебя там, внимательно посмотри. И знаете, когда тебе говорит начальствующий епископ, у тебя там, внимательно посмотри, ну ты уже пишешь завещание, потому что, ну это уже страшно очень. Что там у меня там? И он говорит, одна девочка из проекта МГДИ, там где-то в реабилитационном центре, среди твоих служителей, там где-то стояла в каком-то коридоре, открылась дверь, вышел лидер, служитель, просто царь царей, и сказал ей, ты что здесь стоишь, подслушиваешь? Сейчас как я тебе помогу отсюда уйти? И когда тебе говорит это начальствующий епископ, ты знаешь, вот в эту минуту ты готов провалиться сквозь землю, исчезнуть, потеряться навсегда, потому что это стыдно, больно, не за себя, а еще за ту девочку, которая родилась в христианской семье, которая всегда на будьте любезны, любовь, мир, терпение, забота, кротость, воспитание, культура, ее папа там служитель, он отправил ее в какой-то святой Омск, и вдруг у меня начали надежды в голове просыпаться, Боже, наверное, это не у нас, не у нас, точно не у нас, и я говорю, Эдуард Анатольевич, не сочтите за, мы виноваты в любом случае, но это было не в нашем городе, он говорит, как не в вашем, я говорю, а к нам в реабилитацию, во-первых, априори наши служители никогда не могут так себе вести, это раз, во-вторых, мы никогда не возили проект МГДИ в наш реабилитационный центр, он говорит, а где тогда, я говорю, это было в другом городе, ну и не удержался, сказал его название, но я ему сказал, я разберусь, я найду, я выясню, жалко, как ты можешь себе представить, если ты парень, служитель, открылась дверь, стоит девчонка, запуталась, в какую дверь идти, где что написано, и он ей, а ну-ка ты, что здесь подслушиваешь, как вообще можно так себя вести, ну стоял бы какой-нибудь другой брат там, и показалось бы тебе, что он подслушивает, а он был бы пошире, побольше, да покрепче, какие бы тексты исходили из твоего сердца, эй, ты какой ты, хороший божий человек, что ты стоишь, подслушиваешь, заходи, здесь слышно лучше, знаете, как меняются быстро люди, когда они видят рядом с собой слабее себя, и когда они видят, что слабее они, меняется взгляд, интонация, уходит гордость, самовлюбленность, превозношение, потому что они понимают, они могут отхватить такого благословения, которое надолго им запомнится, а когда кто-то рядом, кто-то слабый, кто-то нас такой, ну тогда уже можно показать, кто здесь хозяин, знаете, больно и стыдно, когда мы реально смотрим на жизнь свысока, и честь нам и благословение, когда мы понимаем, что нужно возвеличивать, поднимать, благословлять, и эту самооценку поднимать многих людей, кто рядом с нами, потому что сильный поднимает, еще делает людей сильнее себя, негативный унижает, он носит в себе пороки, он носит эту самовлюбленность, думая, что это его преимущество, а на самом деле это его порок, потому что человек, который унижает других, он носит внутри себя смертность, и он как будто бы чувствует жизнь, или в кавычках силу, вот я кого-то принизил, кого-то придавил, кого-то подобозвал, над кем-то пошутил, мне не смогли ответить, я чувствую, я как питаюсь этим, негативные люди, знаете, они вот высасывают из тебя жизнь, подведи негативного человека к своей машине, пусть он положит руку на твой аккумулятор, он сразу сдохнет твой аккумулятор, высосит всю жизнь, потому что он так тебе скажет добрых слов, так тебя вдохновит, было тебе плохо, и хуже тебе, еще хуже тебе станет, нам не нужны такие служители, мне очень жалко служителей, которые призваны, хорошие, но где-то глубоко, порядочные, но у них скверный характер, ну жалко, как им трудно, не могут они прожить дня, прожить, чтобы не возрабтать, указать кому-то место, никого-то там не научить, кого-то не придавить, но Бог нас всех призвал, научить нас быть совершенно другими людьми, людьми, которые поднимают, благословляют, потому что негатив, вот это внешнее проявление, вот этого негатива, показывает о внутреннем пороке, человек внутри себя раб, и мы по большому счету все пессимисты, но Бог нас к себе призвал, чтобы мы правильно видели, имели в сердце своем, воспитывали в сердце своем, благодарность, спасибо тебе за наш чудный Омск, спасибо за прекрасную церковь, спасибо за прекрасную зиму, спасибо за прекрасную возможность быть в Божьем доме, и ты чувствуешь, как сердце наполняется прилив жизни, благословения, ты не ищешь негатива, он сам нас находит, но когда ты защищаешь свое сердце, сердце ведь не помойка, чтобы скидывать туда всякое зло, оберегай свое сердце, это храм Святого Духа, и люди, которые нас сегодня окружают, ну злость, ну какое-то коварство, а почему? Самолюбивы, а потом сребролюбивы, потом горды, потом надменны, думаешь, я не хочу, не хочу, не хочу, чтобы подобные вещи были в нашей жизни, в наших церквях, в наших служениях, в нашем собственном сердце, ну аминь или не аминь, давайте посмотрим на примере книги Ветхого Завета, книги Иисуса Навина, на примере 12 колен Израилева, почему эту проповедь я назвал, не назначай себе цену, чтобы внезапно не подешеветь, я хочу показать вам два удивительных колена, которые чувствовали свою особую перевелегированность, перед всеми остальными и к чему это их привело. Итак, книга Иисуса Навина, 17 глава, 14 стиха ниже, Библия говорит, сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали, почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь. Иисус сказал им, если ты многолюден, то пойди в леса и там в земле Ферезеев, Рифаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна, сыны Иосифа, сказали, не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих в долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Израильской. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Монасии, ты многолюден, сила у тебя велика, ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоей, и лес сей ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его. Ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их. Итак, представьте себе, все двенадцать колен вошли в обитованную землю. Каждому из них был дан свой участок. Все были довольны и благословенны. Они понимали, что не человеческая рука нарезала им эти земли, а сам Бог в водительстве Божьем, в водительстве Духа, дал им ту землю, которая им нужна. Но только два колена, Ефрем и Монасия, почему-то посчитали, что они имеют полное право быть недовольными. Они пришли к Иисусу Навину и сказали, вообще-то мы сыны Иосифа. Забыли? Это тот Иосиф, который был первым в Египте, чтобы потом накормить всех вас там, голодранцев, которые остались там в той-то земле. Вы пришли, мы родились в этой земле, мы были благословением для вас. А теперь мы пришли, и нам дали землю, леса, горы. Что такое сегодня леса, горы? Сегодня, когда тебе дадут пустыню, ты скажешь, да что в этой пустыне? Вот настоящее богатство леса, это Сибирь. О, как в последнее время все стали любить Сибирь. Потому что ресурсы все здесь, благословения все здесь, леса все здесь, вода вся здесь, Байкал весь наш, все здесь. И люди там сидят и считают, и думают, о, выпьем свою воду, приедем как-нибудь в Сибирь. Многие говорят сегодня, ой, не Россия, надо покинуть, надо уехать куда-то. Конечно, езжайте в Бразилию, там прекрасное солнце, но совершенно нет питьевой воды. Каждые 15 метров, каждая семья бурит воду на сотни метров, чтобы найти себе воду. Скоро бразильцы приедут в нашу морозную Сибирь, и пускай мы скажем им добро пожаловать, посещайте наши церкви. Они горячие, хорошие, воды хватит на всех. Но есть такие места на земле, где жизнь увядает, ресурсы исчезают. Им дали лес, им дали горы, им дали прекрасную природу, а они ропщат и недовольствуют. Не получится, не возьмем, не завоюем. Это почему такое лицеприятие? Что за такое? Знаете, на самом деле проблема была не в лесе, проблема была в гордости, сокрытой в сердце Ефрема и Монасии. Слава Богу за Иисуса Навина, человеком мудрого, который сказал, успокойтесь, вы должны правильно видеть, с вами Господь, вы пойдете и одолеете. Вот нежели, вот научиться бы им мудрости на этом этапе, и сказать, аминь, точность, что мы ропщим, мы не имеем привилегий над всеми один, десятью коленами, мы ничем не лучше их, мы точно такие же. Слава Богу, Господь, это не Иисус Навин ведет нас, Ты ведешь нас, Ты дал нам лес, Ты дал нам горы, мы благодарим Тебя, Ты наш кормилец, вот так бы им надо поступить. Но где-то глубоко в своем сердце они сохранили гордость и самолюбие, которое впоследствии подвело их. Давайте посмотрим другой текст. Книга Судей, седьмая глава, 24 текста ниже. Библия говорит, Гидеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать, выйдите навстречу маодианитянам и перехватите у них переправу через воду в Беф, в Ары и в Иордании. Созванные все ефремляне перехватили переправу через воду в Беф, в Ары и Иордан. И поймали двух князей маодиамских, Арива, Зива, и убили Арива, в Цур-Ариве, Зива, в Эк-Зеве. И преследовали маодианитян, Голожи, Арива и Зива принесли к Гидеону за Иордан. Давайте посмотрим сразу восьмую главу первый стих. Сэкономим время. И сказали ему, то есть Гидеону, Ефремляне, Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с маодианитянами? И сильно ссорились с ним. Гидеон отвечал им, Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливей ли вы, Ефрем, добирал виноград, нежели Эвезер обирал? В ваши руки предал Бог князей маодианских, Арива и Зива? Что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гидеон к Иордану, и перешел сам и триста человек, бывшие с ним. Они были утомлены, голодны, преследуя врагов своих. Итак, внимание, вы все знаете удивительного помазанника Гидеона? Человека, которого поднял Бог, и через триста человек дал великую победу над маодинтянами. Он собирал этот Божий народ, чтобы пойти и абсолютно неконкурентно способный в малочисленном числе победить огромных маодинтян. И Бог дал победу. Но вот рядом почему-то не оказалось Ефрема и Монасии. И когда победа уже набирала обороты, Гидеон позволил им снять самую верхушку этой победы, когда уже цари были ослаблены, когда армия маодинтян разбежалась, нужно было просто поразить этих царей. И вот на самом финише, на самой великой победе выходят Ефрем и Монасия, одерживают победу, входят в историю. Слава Богу, радуйтесь, торжествуйте, вы часть исторической победы. Но посмотрите, 8 глава, 1 стих начинается с великой претензии. Когда Гидеон утомленный, уставший, переходили, всю ночь бежали, потом всю ночь там плыли, потом не кушали, и тут в самый момент дать бы отдохнуть, дать бы успокоиться, но нет. Ефремляне пришли и сказали, что ты с нами делаешь? Ты почему так себя ведешь? Ты что нас на войну не позвал? Да как ты посмел? Ты забыл, кто мы? Я думал, что ефремляне получили свой урок еще в книге Иисуса Навина 17 главы, но нет. Они не получили этого урока. Где-то глубоко в сердце гнездился их испорченный характер. И при любой возможности, даже тогда, когда радость, победа, они видят негатив, они видят нечестие, они видят какой-то заговор, они видят какую-то претензию, они питаются тем, чтобы кому-то нужно обязательно сказать плохие слова. И в этот самый момент они говорят, зачем ты так с нами поступил? И вот я восхищаюсь Гедеоном, человеком мира, как он уклонялся от конфликтов. Возлюбленные братья и сестры, не могу я помолиться такой молитвой, чтобы вас миновали конфликты. Конфликты, особенно тогда, когда вы учитесь, как бы пройти мимо них, конфликты стоят и ждут. Сейчас, 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 служение закончится, мы начнем атаковать тебя. Но я вам призываю мудрость Божью, чтобы вы имели в сердце мир, потому что то, что мы имеем, то мы и проецируем, потому что из доброго сокровища мы выносим доброе, а если там внутри недоброе, конфликты липнут, и они побеждают человека. Люди заводятся с полпинка, что-то не так, возвышают голос, ищут виноватых, бьют кулаком по столу, они во всем видят негатив. Знаешь, больно и тяжело и очень жалко людей, которые из сердца своего превратили в помойку. И великая слава и благодарность Богу за людей, чье сердце стало храмом Святого Духа. И даже если что-то идет не так, люди эти способны даже из ничтожного извлечь мудрое. Гидеон, это не был человек конфликтов, и он сказал им такие комплименты. Братья мои, да что вы, да вы посмотрите, вы самые сильные, вы благословенные, вы этих царей победили, да пусть вам будет слава, пусть вам все руки пожмут, пусть только вас все помнят. Знаете, я читаю этот текст и думаю, ефремляне стоят, знаете, и такие, да, да, говори, хвали нас. Знаете, нравится ли вам, когда вам делают кто-то комплименты. Но знаете, великая беда, когда мы приучили тех, кто рядом с нами, чтобы они поднимали нашу самооценку через незаслуженные комплименты. Знаешь, конечно, когда наступает утро, сказать своей жене доброе утро или своему мужу доброе утро, Бог благ, за это не надо заслуживать. Но если всякий раз ты будешь манипулировать и ты недоволен, пока тебе кто-то что-то не дал, что-то не сказал, руку не протянул, во сне тебе не приснился и еще что-то, ты показывай, что ты недоволен. Знаешь, мы определяем себя сами, в каком колене нам формироваться. Слава Богу, что мы формируемся в очень правильном колене. Когда я привел пример одному из наших служителей в реабилитации, когда начальствующий епископ ругал меня за вот это происходящее событие, и я рассказал эту ситуацию, и этот брат мне говорит, пастор, в нашей жатве вообще ни одного человека не существует, чтобы так себя вел, как ты рассказал про того парня. Я стою и говорю, да, говори, брат, истинно так, не существует. Ну а минили нет. Книга Судей, 12 глава, 1 стих. Ефремляне собрались и перешли в Севину, и сказали Иефаю, для чего ты ходил воевать с амманитянами? Внимание, а нас не позвал с собою. Мы сожжем дом твой огнем, и с тобой вместе. Иефай сказал им, я и народ мой имели с амманитянами сильную ссору, я звал вас, но вы не спасли меня от рук их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою, и пошел на амманитян, и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мной? И собрал Иефай всех жителей галацких, и сразился с ефремлянами, и побил жителей галацких ефремлян, говоря, вы беглецы ефремовы, галааджи среди ефрема и среди монассии, и перехватили галаадяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил, позвольте мне переправиться, то жители галаадские говорили ему, не ефремлянин ли ты? Он говорил, нет. Они говорили ему, скажи, шибалет. А он говорил, сибалет. И не мог иначе говорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы через Иордан и пало в то время из ефремлян 42 тысячи человек. Я повторяю, читать легко. Страничку перелеснул и 42 тысячи как бы забыл. Вы можете себе подумать, 42 тысячи мужчин погибло из-за того, что где-то в сердцевине формирования колена Ефремова, слава Богу, здесь уже нет колена Монасина, Монасина уже отошло в сторону. Они поняли, нельзя жить так, чтобы быть самовлюбленными, всегда правыми и никому неподотчетными. Они поняли, надо в смирении ходить перед Богом, а вот Ефрем не понял. И с каждым разом первая встреча с Иисусом Навиным, потом с Гидеоном, а когда Ифай, 12 глава книги Судии, они ему сказали, знаете, по нарастающей шло, ты нас не позвал, он говорит, я вас звал, ты, мы тебя сожжем, твой дом сожжем вместе с тобой. Посмотрите, люди, которые не остановятся в своей агрессии, оно само собой не выветривается. Оно идет по нарастающей. Люди потом забывают, с чего начался конфликт, но уже бьют посуду, кричат слова развод и многое другое. А потом, если остановиться, вовремя сказать, о чем вы вообще спорите? Великое благословение иметь мир со всеми, если возможно, с вашей стороны. К сожалению, ефремлян много среди Божьего народа. Огромное количество. Потому, что назначили себе великую цену. Их самооценка была настолько раздута, что она позволяла им смотреть сверху вниз на людей. У каждого из нас есть своя самооценка. Каждый из нас сегодня живет в последнее время, во времена, которые тяжкие. И тяжесть времен не из-за болезней, тяжесть из-за состояния характера. Библия говорит нам в Матфея 23,11 Иисус сказал, Больший из вас да будет вам слугою. Вот она, высшая оценка настоящего Божьего человека. Не ищи похвалы, не ищи признания, не оправдывайся. Ефремляне были, есть и, к сожалению, будут. Но финал их 42 тысячи человек погибло. У них даже свое наречие было. У Израиля у всех одинаково. Видение, стратегия, движение, общение, любовь, задачи, жертвы, победы. А у них свой сибалет. У них все свое. Своя жизнь. Что-то там шипят по-своему. А мы не будем шипеть. Мы будем славить Господа через дела и поступки. В этом и есть сила нашего характера. Аминь или нет? Иисус сказал через апостола Павла Духом Святым 1 Коринфянам 6.20 Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Иисус выкупил нас самой дорогой ценой. Не потому, что мы так дорого стоим, а потому, что Он нас так оценил. И любой человек, приходящий сегодня к Господу, он гроша ломаного не стоит в своей грешной душе. Но Иисус возвеличивает твою цену не для гордости нашей, а за своей великой Божьей любви. Аминь или нет, братья и сестры. Субтитры сделал DimaTorzok